Так, у нас обед уже, мы покушали, вышли на улицу, потому что у нас тут весна. И у Григория температура сегодня забиваем, так что все вышли греть. А что ты без шапки вышел? Здрасте. Так одевай. Тебя одеть? На фоне. Фоню оставили дома, но чувствую, завтра пойдет в садик. Мам, покачались! Потому что он только веселиться хочет. Ты сам прекрасно, видишь? Ты веселый парень? Что, мам, я потушал прижду в воздух, а можно я пойду? Нет. Садись на лавку и сиди. Ну да, и тучки такие, может даже... Ну дождь точно, наверное, пойдет. А фоня в кавычках, фоня. Да, это же хорошо. Ой, простите, я не тяну. Мама! Улыбнись. Марсик, Марсик пришел с нами. Жердяйчик наш. Да? Да, он у нас сколько? Он у нас, когда папе было 30 лет. 35 лет. Тут человек везде найдет приключения. И что это за приключения? Афоня, я готова. Ты готов? Ой. Да. Мама, я готова. Афонь, ты готов? Да. Поехали. Максимум. Максимум? Да. Посмотри на колеса теперь. Афоньку уложили спать. Он спит. А мы тут с мальчишками смотрим Иванова и Иванова. У нас тут... Я буду готовить ужин, поэтому включаю свет, хорошо? Или не надо включать? Нет, тут светло. Я картошку-то и так почищу. Ой. Я тут что-то не то. Я нажала камеру и положила. В общем, у нас тут Иванова и сейчас будем ужин готовить. Антош, ты перекусил? Ну как, тебе полегче? Или не очень? Сейчас читаю РВС-ку, а там написано, что якобы привозят и привозят пациентов в инфекционное отделение. Но детский врач сказал, что это не эпидемия гриппа. Это вот такой вот вирус, который 3-4 дня бьет температурой. А потом насморк и кашель остаются. Ну вот у нас примерно так. Тоже. А грипп обычно 7-10 дней. Вот он и сказал. Поэтому это вирусная инфекция. Дети просят пюре. Поэтому сейчас буду готовить. Начистила картошки. Но главное посолить достаточно, чтобы картошка была вкусная. Поэтому вот сейчас. Получаю 1 ложки соли. Можно даже еще чуть-чуть добавить. Все. Будем ждать. Крышек не хватает, поэтому беру суп. А сегодня у нас на обед был просто бульон с лапшой. Вот. Поэтому все поели. Была полная пастрюля, поэтому вполне себе достаточно поели. Сейчас буду готовить ужин. В общем, у нас будет пюре. И перемолола морковку, лук. Сейчас хочу сделать такие гнезда. Родители, получается, Сережа передали нам яйца. Они маленькие, мне хочется сделать такие гнезда из фарша в серединке с яйцом. В общем, сейчас тут буду колдовать. Первый раз делаю, поэтому не знаю, что получится. Нет, я как-то разделала, но у меня, по-моему, вытекало яйцо. Но тут они маленькие, поэтому попробуем. В общем, пробуем делать. Сейчас разделю на 5 шариков фарш. А, еще добавить сюда нужно соль, перец, думаю, чего-то я забыла. И будем делать шарики. В общем, один шарик я уже сделала. Я так немного их отбиваю. И потом буду делать из них гнезда. Пробую, в общем, делать гнезда. Так себе получается. Главное, бортики повыше. Так. 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 Так, в общем, сейчас я все эти гнезда ставлю в духовку, не знаю, наверное, минут на 25-30, а потом добавлю сюда сыр и яйцо, может быть, еще помидорчик, я подумаю. Я уже добавила сюда сыр, сверху яйца, ну вот некоторые немножко повутекали, но я думаю, что это ничего страшного, мне кажется, уже выглядит красиво. Были в духовке полчаса, сейчас еще, наверное, минут на 15 в духовку отправлю, может быть, на 10 сейчас буду смотреть. Ну что, рассказываю, что делаю сейчас пюрешку, картошка, молока нет, есть сливочное масло, сметанка и водичку свела. Поэтому сейчас все потолку, подсолила уже со сливочным маслом хорошо потолку и добавлю сюда сметанку и водички. и, наверное, еще оставшийся сырок. А вот и гнезда с яйцом, по-моему, очень круто выглядят. 15 минут были вместе с яйцом в духовке, то есть полчаса и 15 минут, 45 минут в общей сложности. О, красота! Мне так нравится! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...